Сейчас я покажу вам три футажа. Вы должны определить, какой из них сделан без помощи монтажа. Первый. Второй. Третий. На размышлении дается 10 миллисекунд. Так вот, на самом деле все три футажа сделаны в игре. Такая невероятная физика воды стала возможна благодаря моду G-Water, а именно вторая часть. Помните тот самый ролик, где человек будто бы разливает реальную воду? Конечно, жаль, что это монтаж, но повторить нечто подобное уже реально. Может быть вы помните первую версию мода G-Water? Он, конечно, был прикольным, и на тот момент ничего подобного не было. Но с того момента немало воды утекло. И сейчас, по сравнению с новой версией, это даже сложно воспринимать серьезно. Хотя тогда, я думал, что ничего круче уже не выйдет. Нальем немного воды в сценарий, и расскажем про функционал. У нас есть вот такая менюшечка, которая и поможет создать вам ту жидкость, о которой вы всегда мечтали. Будь то вода, нефть, песок, лимонад, шоколад или клей. Да-да, так и не поверили. А вода так! Обычно я не люблю прям подробные разборы, поэтому пробежимся очень быстро. Слипчивость. Чем выше значение, тем более слипчивым между собой будет материал. Прилипчивость. Параметр регулирует, насколько жидкость будет хорошо прилипать к стенам. Гравитация. Буквально то и означает. Минусовые значения тянут жидкость вниз, положительные вверх, а 0 это невесомость. Вязкость. Отвечает за текучесть жидкости. Радиус. Размер отдельно взятой капли. Цвет и прозрачность. Ну тут и так понятно. Итерация. Определяет сколько раз будет просчитываться физика. Подэтапы. Определяет количество физических шагов, выполняемых за такт. Степень размытия. Управляет размытием общей жидкости. Поглощение. Эта галочка включает поглощение света на большом расстоянии внутри жидкости. Чем больше глубина, тем более темный цвет. Помимо этого, я методом проб и ошибок выявил для себя пару интересных настроек. Песок. И улучшенная кровь. Однако, может возникнуть вопрос. А зачем вообще это нужно? Вопрос хороший. Ну, во-первых, это, блин, физическая и динамическая жидкость. Уверен, если вам оно надо, то вы и сами придумаете, зачем вам этот аддон. Однако, если вам нужно мое мнение, машине мы. Возможно, в вашем проекте нужно имитировать огромный поток крови. Или сыпучий песок. Или зачем в водохранилище высыпали 96 миллионов шарь? На самом деле, наверное, это главная причина. Например, залить Биг Сити Тархуном. Или Тархуном. Может быть, делать какие-то постройки с этим. А вообще, забавно уезжать от некого цунами на подобных картах. Например, вот. Подъезжаем к точке дислокации. Распутаем. Пошел, пошел, пошел. Вдруг от цунами начали. А пока я уезжаю от цунами, хочу вам рассказать про наш бусте. На нем вы сможете найти различный эксклюзивный контент от нас. Например, вы заценили превьюху этого видоса. На нашем бусте вы сможете увидеть все референсы, материалы и даже залутать рабочий файл с блендера. Поддерживай нас с подпиской на бусте и стань теперь герой МРГ. Поддерживай нас с подпиской на бусте и ожидай. Ну, это действительно фаново. И как третья возможная причина, это задаток на будущее. Может быть, когда-нибудь с помощью G-Water сделают какой-то новый режим или создадут что-то новое. Что мне приходит на ум, это улучшенный режим Flood, где вместо скриптованной воды будет динамичная. Или какой-то аддон на кровь, который вместо обычных спрайтов будет использовать G-Water. Однако, скорее всего, аддон найдет применение вообще в неожиданной сфере. Помните видео про бесконечную карту? Там на вопрос, как может применяться данный аддон, я сказал, что возможно появится бесконечный бэкрумс. Самое забавное, что до сих пор такой карты не появилось. Зато появился порт карты с GTA, реальных городов, солнечной системы, вселенной, мунистры. То есть, какой-то обычный бесконечный бэкрумс, это уже вообще детский лепет. По сравнению с тем, что уже есть. Так и с G-Water, возможно, будет то же самое. Вообще, разработчик этого мода просто сумасшедший. Потому как именно от него выходят такие аддоны, которые просто взрывают мозг. Да-да, бесконечная карта это его же творение. Помимо бесконечной карты, он сделал манипулятор гравитации для игроков. Аддон, который делает любые переделки карт, которые просто их переворачивают, бессмысленными. Или аддон Снег, который позволяет превратить любую карту в снежную версию. Который делает зимние переделки карт бессмысленными. Или The Darkness. Очередной аддон, который делает Void карты бессмысленными. Помимо этого, он сделал динамичную ткань, процедурный мох, процедурное стекло, процедурную генерацию мира, бесшовные порталы и многое другое. Однако сам G-Water 2 вы не сможете найти у него в мастерской. Потому как он еще в бета-тестировании. А чтобы получить к нему доступ, придется расчехлить свой кошелек. Да-да, платные аддоны. Тут уж каждый сам решает, плохо это или хорошо. Жадность или просто желание оплатить свой труд. Так что не обижайтесь на автора. Ведь на обиженных воду возят. За что я могу точно похвалить автора, так это то, что помимо патреона, он создал бусти для стран, которые не могут оплатить патреон. По большей части это видео нужно, чтобы вы могли понять, нужно ли отдавать за это почти 8 долларов. В описании я оставлю ссылку на его бусти и патреон, если вы хотите его купить. Что могу сказать по итогу? Лично я планирую попробовать этот аддон в каких-нибудь машиневых. Но скорее всего я буду просто фаниться, создавая пищевой тракт. Или заливая констракт спирт. Как будто вы бы сделали иначе, ну признайтесь. Но если вам зашел видос, рекомендую посмотреть видео с обзором на бесконечную карту. Или посмотрите, что вам подобрало на аэросеть. Увидимся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА